всех приветствую друзья на канале у себя сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот не liquid хлам такой вот импортный сегодня посмотрим что в принципе возможно с данного хлама достать вот все нам известны это жесткие диски скорее всего от ноутбука вот как бы по частым вопросам решил я заснять ролик именно по жестким дискам они бывают разные бывают большие также ну бывают поменьше также с различным объемом памяти вот данные скорее всего от ноутбука потому что они маленькие вот от персонального до компьютера то есть домашнего пока то есть там большой жесткий диск вот это маленький так ну давайте наверно возьмем один все три штуки я разбирать не буду возьмем вот этот один вот сверху у него кожух алюминиевый ну и собственно с обратной стороны у него платка вся она прикручена вся она на болтах вот и точно также здесь весь кожух на болтах полностью скручен так давайте наверно я его разберу да поделю на составляющей вот ну и дальше с вами продолжим а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 снизу и у здесь они приклеены вот поэтому можно эту как бы двойную магнитную систему разбирать ну или откусывать она вот здесь вот припаян вот и доставать оттуда два этих магнит они очень хорошие то есть в проектах в работе опять же чтобы собрать магнитную мешалку вот жесткий диск вообще отлично подходит для такого проекта убираем здесь у нас болтики шайбочки но это все у нас нержавейка я просто сложил то есть может кто-то за ней занимается ну и просто тоже для проектов знаете определенный болтик маленький очень как бы удобен то есть когда ты не все разбираешь а что-то собираешь то есть как бы эти болтики также иногда бывают в нужный момент полезны убираем их но ничего они естественно не содержат кроме нержавеющей стали и добрались до самого интересного плата что можно взять с плат я уже объяснял ну давайте еще раз посмотрим там у меня есть ролики где я указывал что можно снимать подобных плат но сейчас на данный момент разберем а и диск давайте начнем с разъема разъем как видим желтенький подолоченный это разновидность разновидность от разъема он бывает вот такой вот в виде ламели и бывает еще вот такой вот виде штырьков вот видео ламели содержит чуть чуть побольше по золотой но все равно мало здесь по золотой они более 300 пробы это скорее всего меньше чтобы ну как бы получить выхлоп с данного разъема я не знаю это тонны полторы надо переработать дисков вот и будет у меня ролик по 50 штукам данных разъемов посмотрим сколько выйдет так дальше что у нас переворачиваю двухсторонний чип содержит по золоту также отличается оперативной памяти на материнской платах и так далее содержит позолоту и не содержит позолоту она вроде бы там есть вроде бы ее там нету вот поэтому как бы решать самим собирать их или нет четырехсторонний чип до содержит позолот у в различных классификаций различного года различное содержание также как и различной фирмы насколько мне известно сколько я делал чипы самая богатая фирма по чипам это samsung даже по двухсторонним вот как видим здесь samsung и кида стоит а здесь у нас что-то нет это у нас не samsung это что-то другое ну вот то есть компания samsung это самая богата и телефона у них кнопочные всегда самые богатые вот здесь стоит бога чип вы как бы тоже этот чип он естественно превосходит все вот эти по содержанию но опять же разновидность классификация год то есть очень большой разбег примерно середину можно поймать но как бы от середины нужно брать еще середину вот поэтому богачи ну и соответственно самые топовый вопрос это просто запредельный по магнитным smd конденсаторам вот они вот здесь здесь ну здесь вот и так далее то есть видно да как бы так сказать очень часто задают вопрос если там паладий если там серебро ответ на данный вопрос там есть и паладий есть и серебро и сразу даю еще один ответ там нет ни паладия нет ни серебра это как я же говорю как двойная классификация с белым золотом вот содержание в них вот реально одно слово что она там есть она там есть да есть и паладий есть и серебро даже платина есть там но в таком количестве что как я И сказал, что его там нету Я отдавал данные СНД конденсаторы 80-го года человеку на спектрал И вот, это было еще давно И вот он, что мне показал То есть вы видите, насколько маленькое содержание Эти конденсаторы, их было килограмм Их молола машина специальная помольная Которая делает помол катализатором керамическим И вот я человека попросил, говорю Ну, возьми, говорю, ну, сделай, посмотри Вот, как бы, самому интересно И вот он сделал, и вот такой результат То есть это вообще крошки, вообще ни о чем Поэтому даже с ними и не заморачивайтесь Можем потешить себя надеждой, что Когда-то там, лет через 200-300 Когда палладий будет стоить запредельную сумму за грамм Эти конденсаторы будут цениться В таком случае срезайте их и оставляйте внукам Вот, ну, а если просто вот разобрать, да Лучше сдавайте такие платы целиком Они целиком идут выгоднее Во-первых, и по времени, и по реагентам Эти платы зависят от приемки, от городов Данные платы базируются от 1000 до 1000 В некоторых городах доходит 1900 рублей килограмм То есть, ну, и даже дело не от городов зависит А от приемки, скорее всего Вот, поэтому вот такой разбег Вот, ну, вот такой вот обзорчик, ребят Не хотел делать, хотел отдохнуть Но человек принес, говорит, ну, сделай уже Ну, прошу тебя уже, я не знаю Ну, да, действительно долго просит Вот, ну, вот такой вот обзор, ребят Всем хорошего воскресенья А вернее уже, когда выйдет ролик Уже будет близкое время к понедельнику Вот, поэтому всем легкой работы Вернее, легкой недели, не работящей Запутался в словах Короче, трудовой недели вам, ребят Вот, всем удачи, всем пока